Привет, молодежь и те, кто постарше. Сегодня в видео мы поговорим немножко, затронем пищеварительную систему и, как я и обещал, желчный пузырь. Почему желчный пузырь? Потому что на УЗИ мы постоянно смотрим желчный пузырь. Очень надежный, быстрый и эффективный способ проверить желчный пузырь именно с помощью УЗИ. Напоминаю, я не доктор. Это не рекомендации к лечению, это просто познавательная, развлекательная, увлекательная информация, которую я с вами делюсь и, надеюсь, она вам будет полезна. Вкратце, я был EMT, человек, который ездит на скорой помощи и, в общем, не дает людям умереть. Я был Medical Assistant, это человек, который работает непосредственно с доктором, в зависимости от того, в какой клинике, и занимается тем, что проверяет давление, обзванивает пациентов, занимается тем, что делает там уколы, какие-то процедуры, которые доктор показал. Я сейчас, я УЗИ-диагностик. Я работаю в больнице, делаю УЗИ, снимки, я отправляю непосредственно к радиологу. Радиолог – это такой доктор, который эти снимки читает, заставляет заключение и отправляет это лечащему врачу. И уже лечащий врач решает, что с этими результатами делать. Сначала давайте пройдемся по пищеварительной системе. Процесс пищеварения начинается во рту, где пища перемалывается зубами, разминается языком, смачивается слюной и определенными ферментами, которые выделяются из желез. И уже эта переработанная пища потом путешествует дальше по пищеводу. Вот таким вот образом. Идет она по пищеводу, доходит до желудка. В желудке тут есть такая мышца, которая, если еда идет с этой стороны, она открывается и впускает. А если обратно с этой стороны, то эта мышца не открывается. Тем самым, то, что еда обратно не идет. Немножко забегу вперед. Если работает неправильно или не полностью закрыт, то еда попадает обратно в пищевод вместе с желудочным соком. И это называется процесс изжога. Потому что не должна желудочная кислота со всей едой идти в обратную сторону. За исключением рвотного рефлекса, в этой ситуации, да, тогда желудок просто выталкивает все в обратном направлении. Но разговор не об этом. Вот еда пришла в пищевод, попала в желудок. Вот она по пищеводу шла, шла в желудок пришла. Желудок эту пищу разминает, потому что он состоит из мышц, несколько слоев мышц. Вот также оболочка и внутренняя слизистая оболочка. И в желудке есть желудочный сок. Этот желудочный сок, он, в общем, подвергает продукты питания химическому пищеварению. Давайте скажем так, не будем углубляться. Здесь, в принципе, похожая кольцевая мышца. Да, она работает в одну сторону. Когда еда уже достаточно переработана в желудке, она выходит вот в эту вот кишку, да, самую первую. Тоже обратно сюда эта мышца не работает, она все проталкивается в этом направлении. А вот то, что в желудке, оно подходит сюда, подает сигнал, и с этой стороны мышечное кольцо открывается и пропускает эту массу. Уже это не еда, это уже масса того, что от еды получилось. В тонкий кишечник, да, начинает оно поступать. В первый отдел тонкого кишечника. Вот так же в первый отдел тонкого кишечника подходит еще несколько очень важных каналов. Это вот зеленый канал, они тут изобразили, зеленого канала, это желчный канал. Желтый канал, это канал вот пищеварительных ферментов, который идет из поджелудочной. Вот это вот то, что изображено желтым вот здесь вот, да, на картинке, это поджелудочная железа, это вот ее хвостик, вот, это вот поджелудочная железа. Там вырабатываются все ферменты, которые необходимы для дальнейшего усваивания пищевой массы, а желчь поступает, она необходима для усваивания жировых компонентов пищевой массы в основном. Если рассмотреть это в более увеличенном виде, то грузить, ну, вот так, да, вот, из желчного пузыря желчь идет, 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 и в первый отдел попадает тонкого кишечника, да, пищевая масса попадает сюда же, и все вот эти ферменты из поджелудочной железы тоже попадают сюда, и еда начинает свое путешествие по кишечнику. Пока еда тут по кишечнику ходит, и она начинает под воздействием желчи, под воздействием ферментов из солевых желез, под воздействием желудочного сока, под воздействием ферментов из поджелудочной железы, пищевая масса под воздействием всех этих элементов, она путешествует, потихонечку разбирается на усваиваемые компоненты, усваивается и всасывается через стенки. То, что остается, то, что не переработалось, оно уходит в толстый кишечник. Здесь вот вы увидите, остатки непереработанной пищевой массы попадают в толстый кишечник. Здесь есть такой отросток, это вот аппендицит, он там сидит, занимается своим делом. Если интересно, я вам расскажу про аппендицит в будущих моих видосиках. Жидкости и непереработанные пищевые элементы попадают в толстый кишечник, и вся жидкость, большинство жидкости усваивается именно через толстый кишечник. А то, что не усваивается, потом выходит через задний проход. Усвоенные же продукты пищеварения они попадают из кишечников в кровеносные сосуды и потом по венам попадают в вену, которая несет их в печень. Печень уже их потом распределяет, что, куда. Печень это такой большой орган, самый большой внутренний орган, про который можно очень много рассказывать. Но сейчас разговор опять же не про печень. И что? Что происходит с водой, которая усвоилась в толстой кишечнике точно так же? Она уходит через сосуды, в кровеносную систему, а потом кровь идет в почки, а потом почки эту кровь фильтруют, а потом то, что нужное, остается и продолжает дальше циркулировать по кровеносной системе. А все ненужное и лишняя вода, она через почки по мочеточникам идет в мочевой пузырь и оттуда потом через уретру выходит естественным образом в туалет. Ну, желательно в туалет. Там не важно уже, у кого есть туалет, а у кого там, может, и нет. Вот такие вот. Вот так вот вкратце, да? Давайте сейчас подытожим. Съели, попала еда в желудок, попала еда в первый отдел тонкого кишечника, туда добавляются ферменты, добавляется желчь. Еда, пока путешествовалась, разобралась по частям, усвоилась, что-то не усвоилась, попала в толстый кишечник, где усвоилась вода, и там еще, может, что-то где-то усвоилось, а потом то, что уже осталось, оно все уже потом вышло наружу. Так, поговорим про желчный. У меня вот правая рука, вот возьмите вашу правую руку и просто положите ее себе справа под ребра. Вот где-нибудь там и будет желчный. Он может быть чуть-чуть выше, чуть-чуть ниже, в зависимости от вашей индивидуальной анатомии. То есть вот справа у вас печень, и там рядом с печенью желчный, там правая почка, тут где-то желудок будет, левая почка, селезенка, поджелудочная она как-то так и вправо, и влево так по центру лежит. Обычно у людей, когда у них появляется боль именно вот под ребрами справа, вот боль может быть острая, может быть не острая, ноющая может быть боль. Очень часто связано именно с поеданием жареных жирных продуктов, боль может усиливаться, обостряться. И симптомы вот, тошнота, рвота, боль справа, которая стала хуже после чего-то поедания жирного или жареного. Это подозрение на то, что это причина этой боли, именно желчный пузырь, или какая-то патология желчного пузыря. Что может быть с ним не так? Смотрите. Желчный пузырь, его задача, это держать в себе желчь. Вот и вся его задача. Он ее не производит. Он вообще ничего не производит. Желчь производит печень. Печень производит желчь, которая по каналам попадает в желчный пузырь, где она накапливается и хранится до момента приема пищи. Как только вы сели покушали вкусненькое чего-то, да, такое жирненькое, хорошо свежеприготовленное, получает желчный сигнал, и он сжимается и выталкивает эту желчь в кишечник, чтобы еда, в которой содержатся жиры, чтобы эти жиры могли усваиваться. Вот и вся его работа. Держать желчь, когда нужно, вытолкнуть ее в процесс пищеварения. Это, в принципе, очень просто. И на этом все. Вот, все, что он делает. Когда, какие могут быть с ним проблемы? В нем могут быть камни. Если в нем появляются камни, то эти камни забивают этот проход, через который желчь должна выталкиваться. Это одна из причин, да? То есть, они забивают этот проход, желчь не выталкивается, стенки желчного воспаляются, все, что вокруг него воспаляется, может приводить вот именно к острым таким болям справа. Другой вариант. камень прошел через этот проход, но застрял вот здесь. То же самое, только еще хуже. Потому что теперь он еще блокирует, может влиять на работу поджелудочного или даже блокировать, зажимать вот канал, который поставляет ферменты из поджелудочного. боли будут больше немножко в центре. Также будут и справа боли, и по центру будет больше. И желчь, которая будет выталкиваться желчным, она так как сюда не пойдет, она пойдет обратно в печень. Называется такой момент ductal dilatation, что тоже на УЗИ можно увидеть и показать. То есть, что мы на УЗИ смотрим, мы смотрим на желчный и замеряем стенки желчного и смотрим, нет ли в нем камней. Смотрим на каналы, нет ли в них камней. И смотрим на печень, потому что вот эти каналы, по которым печень производит желчное, они настолько маленькие, что нормальные каналы на УЗИ видят вообще, мы не должны их видеть. А если мы их видим, то это значит что-то блокирует выток желчи и эти каналы они начинают расширяться, создавая дискомфорт. Что еще может быть с желчным? С желчным еще может быть в нем могут быть полипы. Полипы могут быть везде в теле. Хоть в носу, хоть в желчном, хоть в кишке. Полипы могут быть в любом месте, где есть слизистая оболочка. Это просто нарост из слизистой, который немножко выпирает. Опасны ли они сами по себе? Говорят, что нет. А проблемы могут создавать? Могут, потому что они мешают. То есть, если полип этот постоянно где-то мешает, что-то перекрывает, он может тоже воспалиться, он может повредиться, он может изменить свою структуру, может мутировать и привести к онкологии. Это вот такая проблема с полипами. То есть, не то, что они сами по себе плохие, просто их наличие, оно повышает риски других заболеваний, потому что они мешаются там. А при повреждении они могут стать чем-то другим, нехорошим, типа опухолей. Есть также онкология именно желчного, при УЗИ можно увидеть. И ещё бывает слизь, когда желчь, половину желча, наполовину слизь. Может приводить к болям, к рвоте, потому что слизь она не такая, она более вязкая, чем желчь. Она не течёт как положено и вызывает соответственно закупорки и замедление протоков. Сейчас я вам покажу свой желчный на УЗИ и прокомментирую его немножко. Вот это мой желчный. овальная чёрная фигура. Вот немножко печени. Я вам покажу моя почка. Это тоже опять мой желчный, только вид поперёк. Ну, если повернуть, подсветить его вдоль, то вот так он выглядит. Чтобы увидеть желчный, нужно не есть несколько часов, иначе он сожмётся и вы его не увидите. Основные причины заболеваний вот именно желчного пузыря именно связаны с камнями в желчном. Откуда камни появляются, кто бы вам что ни говорил, есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе, науке это неизвестно. Связывают это с генетикой, связывают это с образом жизни, связывают с особенностями анатомического строения отдельного человека, связывается это с питанием. камни бывают разные, бывают маленькие, бывают огромные, бывают твёрдые, бывают такие комки, как их лечат, вырезают желчный и всё. Делают операцию, если желчный воспалённый, если там много камней, если постоянные боли, обычно просто его вырезают и всё. И люди потом должны соблюдать определённую диету, потому что если они будут кушать жирную пищу, она не будет у них усваиваться по-нормальному, потому что у них хоть желчи будет из печени, но этого будет недостаточно, потому что чтобы усваивать жирную пищу, нам нужен желчный пузырь с желчью накопленной, а если его вырезать, то желчи не будет, и поэтому им надо соблюдать диету, меньше жрать, меньше потреблять жирных продуктов, иначе им будет не очень хорошо. Там есть ещё другие моменты, но если желчный приводит к очень большим проблемам, неприятностям, и там есть камни, какие-то воспалительные процессы, то его удаляют. Откуда эти камни берутся, мое мнение, от застоя. То есть, если у человека накапливается желчь, человек не употребляет жиры, кушает только, ну не знаю, капусточку, одну капусточку кушает, вот, эта желчь сидит, сидит, никуда не выходит, она начинает оседать, из-за того, что она никуда не выходит, эта желчь, она начинает становиться более плотной, вот, и в какой-то момент формировать камушки. Это один момент. Второй момент, это, конечно, я думаю, что особенности индивидуальные и генетика, да, то есть, если печень производит желчь, которая насыщена какими-то элементами, которые именно способствуют образованию этих камней, то неважно, что ты там ешь, не ешь, если есть предрасположенность, то шансы, что эти камни начнут образовываться. Всегда ли нужно удалять? Да, не надо. Вообще, если проблем не составляет, вот я заметил, люди даже не знают, что у них в желчном есть камни, бывает такое, что им смотрят почку, а желчный пузырь, он там в кадр попадает и узнают, что у человека есть еще камни в желчном, а так они ему и не мешают. В таких ситуациях просто наблюдается человек, иногда назначают какую-то там диету, питание, возможно, есть какие-то лекарства, я не знаю. Но без симптомов камни быть могут, и при этом человек может жить полноценной жизнью, не надо желчный удалять, эти камни там будут кататься со стороны и пока они проблем не создают, пусть сидят. Такой подход в общем врачебный. А, кстати, забыл еще сказать, бывает такое, что в желчном заводятся паразиты. Да, это есть такой момент, я не находил, но мы проходили при обучении, что бывают случаи, когда в желчном заводятся глисты. Я пока таких случаев не видел своей практики, что мойте руки и еду. И не пренебрегайте правилами приготовления пищи, сыроеды. Особенно. Могут ли эти камни уйти? Да. Я лично почему и как я не знаю, но у меня лично был такой в моей практике случай, когда через полгода человек с тремя камнями в желчном, два поменьше, один прям такой булыжник там был, пришел через полгода на повторное обследование, вот, один маленький камень там остался, а вот второй, и вот этот самый большой булыжник вообще пропали. я его спросил лекарства, диета, операции, он говорит, ничего не делал, ничего не делал, говорит, сходил на обследование, сказали камни, сказали через полгода прийти перепроверить, пришел, перепроверили, пропал, самый большой камень, растворился куда-то, не знаю, волшебство какое-то, в общем, но да, я сталкивался с таким, столкнулся с таким случаем, что камень из желчного может исчезнуть. В своем телеграм-канале я покажу несколько УЗИ-снимков именно желчного с патологией, с камнями, со слизью, с воспаленной со спаленными стенками. В Ютубе я это выкладывать не буду. Такая вот тема достаточно простая, но тем не менее очень важная. Желчный, он находится справа, в нем содержится желчь, которую он собирает по протокам из печени. Как только вы кушаете что-то жиросодержащее, потому что нашему организму нужны жиры, желчный сжимается и выталкивает эту желчь в первый отдел тонкого кишечника и там все начинается в общем процесс пищеварения продолжается и усваивается еда. Если желчного есть перегибы, полипы, камни, слизь, то это все процесс выталкивания этой желчи блокирует, затрудняет, ухудшает, что приводит к воспалительным процессам, рвоте, боли справа, которую если надавить ухудшается справа под ребром и это еще связано после приема пищи. Симптомы ухудшаются. Так вот, подытожили. Бывают в желчном камне, как их лечат, я не знаю, но если они не мешают, их только наблюдают, если они мешают, то желчный удаляют вместе со всеми камнями и со всеми их аксессуарами. Спасибо, что посмотрели. Пишите комментарии, есть ли у вас желчный, нет у вас желчного, о чем вы хотите следующее видео, не забывайте подписаться и здоровья вам! Все!